Сэм дрожал от страха, когда его папа на огромной скорости мчался по извилистой дороге на их старой машине. Отец мальчика, охваченный гневом и алкоголем, впал в приступ ярости во время их поездки. Это случалось бесчисленное количество раз раньше, но впервые мальчик боялся за свою жизнь. В этот раз его отец казался более рассерженным, чем обычно. Машина опасно вписывалась в каждый поворот, словно не было гравитации. Сэма бросала с одной стороны машины в другую, он отчаянно кричал своему отцу, чтобы тот остановился, но это только сильнее разозлило мужчину, и тогда гнев отца обрушился на Сэма жестокими словами и побоями. Мир Сэма становился непрерывным кошмаром боли и ужаса. Когда ярость отца достигла пика, он резко открыл дверь машины и вышвырнул Сэма на дорогу. Мальчик вылетел из машины, его маленькое тело ударилось о землю. По щекам Сэма, покрытыми синяками, потекли слезы, когда он смотрел, как исчезают задние огни автомобиля. Он лежал оглушенный и стекающий кровью, когда машина умчалась и скрылась в лесу. Сэм был один, потерянный в самом сердце дикой природы, страх и отчаяние сковали его. Время шло и постепенно становилось все темнее и темнее, пока внезапно не наступила ночь. Дезориентированный и избитый Сэм с трудом поднялся на ноги. Он не очень хорошо знал, как выжить в лесу, но знал одно, если он слишком долго останется на одном месте, вероятность того, что за ним придет хищник, увеличится. Ночь была холодной, а жуткие звуки леса окружали его. Он знал, что ему нужна помощь, но понятия не имел, где он находится и куда идти. Тут Сэм услышал поблизости тихий шорох, он замер, сердце колотилось от страха. Он не знал, что делать. Бежать, но тогда кто-то последует за ним, или встать и попытаться отбиться. Он не был уверен в своих шансах в тот момент. За последние несколько часов с ним произошло столько всего, что на тот момент он уже смирился со смертью. Сэм решил, чтобы это не было. Он встретит это лицом к лицу, но все равно надеясь, что это всего лишь олень, и что он зря беспокоится. Итак, он повернулся к звуку и гордо встал, чтобы встретить любое существо, которое было позади него. Из кустов появилось зрелище, которое опровергало его ожидания — медведь. Медведь был огромным, его шерсть темно-коричневого цвета, идеально сливалась с лесными тенями, однако во взгляде читалась теплота, что удивило Сэма. Он ожидал, что медведь будет угрозой, но вместо этого он осторожно приблизился, и его движения были на удивление мягкими. Сэм замер, совершенно не зная, что делать дальше. Он видел достаточно передач о природе, чтобы знать, что такая встреча обычно не заканчивается хорошо. У него не было ничего, чем можно было защититься. Залезть на дерево или убежать у него просто не было сил. Поэтому он просто замер, глядя на медведя. На мгновение Сэм и медведь посмотрели друг на друга, между ними повисло молчаливое взаимопонимание. Хотя Сэм и слышал истории о том, что медведи яростные и дикие, этот зверь казался другим. Он не мог понять, в чем дело, но было что-то заботливое в том, как медведь смотрел на него. Но затем произошло нечто невероятное. Словно почувствовав уязвимость Сэма, медведь опустился на землю и протянул массивную лапу, мягко толкнув дрожащего Сэма. Это был невысказанный призыв, медведь хотел, чтобы Сэм забрался к нему на спину. Нет, конечно же, это безумие, он пересмотрел слишком много мультфильмов. Но медведь настаивал, снова и снова мягко толкая лапой Сэма. Терять было нечего, и он решил рискнуть. Со смесью страха и любопытства Сэм неохотно забрался на спину медведя, вцепившись в густую шерсть изо всех сил. Он с тревогой ждал нападения, тычка или каких-либо других агрессивных действий со стороны медведя, но этого не произошло. Вместо этого медведь медленно поднялся на все четыре лапы и медленно двинулся вперед, делая каждый шаг осторожно. Сэм едва мог поверить в происходящее. С удивительной грацией медведь нес Сэма все глубже в лес. Сэм вцепился в медведя, его избитое тело находило утешение в его тепле и защите. Он признал, насколько странной была эта ситуация, но на тот момент ему было все равно. Впервые за несколько дней он почувствовал себя в безопасности, словно медведь стал его защитником, дарующим ему надежду в самый темный час. Медведь вел Сэма через лабиринт высоких деревьев и извилистых ручьев. Мальчик мог только гадать о намерениях медведя. Может, он вел его в свою берлогу, чтобы съесть. В голове крутились самые дикие, самые жуткие мысли, но он не мог отрицать очень странное чувство уюта, которое его охватило. Силы Сэма иссякали, он то впадал в беспамятство, то приходил в себя, пока в какой-то момент не упал со спины медведя. Он здорово перепугался, когда медведь разбудил его, ткнув носом ему прямо в лицо и навязчиво нюхая. У Сэма ушла целая минута, чтобы вспомнить, где он находится и почему лежит на земле в компании медведя. А когда все нахлынуло, произошло нечто шокирующее. Впервые за долгое время он расплакался. Он выплеснул все, его тело сотрясалось от рыданий. Его мать умерла несколько лет назад, и он мог думать только о том, как сильно она его любила. Она всегда обнимала его крепкими объятиями и напоминала, какой он умный. Он ужасно хотел, чтобы она была рядом. Она сумела бы все исправить. Он очнулся, когда медведь положил свою тяжелую голову ему на плечо и снова ткнул носом, словно чувствуя его глубокую грусть и горе по покойной матери. Наступали ранние утренние часы, воздух был леденящим, а небо очень темным. Сэм поджал ноги ближе к себе, пытаясь согреться и почувствовать себя в безопасности. Медведь принял этот жест. Он медленно лег позади мальчика и обернул его своим большим телом. Сэм сжался ближе к земле и прижался к медведю. Он чувствовал, как это удивительное существо старается защитить и согреть его. Именно в этот момент он понял, что этот замечательный зверь, возможно, его единственная надежда на выживание. В своем сердце он начал доверять медведю, ощущая невысказанную связь, которая преодолевала границы видов. Медведь был в 10 раз больше него и в 100 раз сильнее. Если бы он захотел причинить Сэму зло, он бы уже это сделал. Но сильная интуиция подсказывала Сэму, что намерения зверя были добрыми и что ему просто нужно довериться. На рассвете Сэм и медведь медленно проснулись под лучами солнца. Огромный медведь встал и глубоко потянулся, затем снова опустился на землю и мягко подтолкнул Сэма взобраться к нему на спину. Затем медведь поднял нос в воздух, явно ловя какой-то запах, чего именно Сэм не знал. Он просто решил крепко держаться, чтобы увидеть, куда его приведет зверь. Острое чутье медведя уловило запах чего-то неподалеку, и он осторожно, но решительно направился в одном направлении, через каждые несколько минут вновь поднимая голову и принюхиваясь, а затем продолжая путь. Медведь, зная, что Сэму нужна помощь, которую он не может оказать, держал путь к источнику запаха, неся мальчика осторожно на своей спине. Сара и Марк выбрали это отдаленное место в лесу для спокойного пикника, и понятия не имели, что их день примет неожиданный поворот. Это было прекраснейшее утро, они наслаждались солнечным теплом. Однако Марк был осторожен, всегда держа окрестности в поле зрения, такова была особенность трапезы посреди леса. Никогда не знаешь, кого может привлечь запах еды. Сначала Марк услышал шум. Раздался громкий шорох в кустах за полем, где они расположились. Сначала он не придал этому значения, но потом попросил Сару помолчать и сосредоточился на звуке, который услышал. Затем он увидел нечто удивительное. Из кустов выходил огромный медведь. Марк тут же вскочил и встал между Сарой и зверем, у него был спрей от медведей, и он был готов использовать его в случае необходимости. Сердце бешено колотилось, по телу разливался адреналин. Он знал, что у него почти нет шансов против медведя, но если надо будет защитить жену, он сделает это без раздумий. Он всматривался в медведя и, сосредоточив взгляд, увидел, что на его спине что-то необычное, но с такого расстояния разглядеть было трудно. С каждым шагом медведя, Марк и Сара все сильнее охватывались ужасом. Это был их самый страшный кошмар. Но затем они разглядели, что именно лежало на спине огромного хищника, и были ужасно потрясены. Сара несколько раз протирала глаза, чтобы убедиться, что это не галлюцинации. Почему медведь несет на себе человеческого ребенка? Страх охватил Сару и Марка, когда они наблюдали за развитием событий, но вскоре они поняли, что действия медведя не были агрессивными, скорее он заботился о мальчике. Завидев Марка и Сару, медведь высоко поднял свою большую красивую голову, словно подтверждая их запах и решая, были ли они дружелюбны. Очевидно, он одобрил их, потому что начал опускать тело на землю и мягко стряхнул спящего мальчика со спины. Сэм медленно соскользнул на землю в бессознательном состоянии. На мгновение медведь встал над мальчиком и толкал его носом, пока тот внезапно не проснулся. Пока Сэм оглядывался, пытаясь осознать происходящее, медведь потихоньку отошел, давая ему пространство, и немного прорычал, словно побуждая их подойти к мальчику. Марк и Сара не колебались ни секунды, они медленно приблизились к мальчику, покрытому синяками и грязью. Когда взгляд Сэма встретился с их взглядами, в его глазах читались страх и облегчение. Он с трудом заговорил, но он сумел произнести слова «Пожалуйста, помогите мне». У Сары на глазах навернулись слезы, и она опустилась рядом с раненым мальчиком. Она попыталась обнять его, но его тело выглядело таким измученным, что она ограничилась тем, что утешающе погладила его по голове, а Марк в это время достал телефон и вызвал помощь. Он быстро объяснил их местоположение и настоятельно попросил медицинскую помощь. Они не были уверены, насколько серьезные у Сэма травмы, поэтому нужно было предупредить врачей о тяжести его состояния. Пока они ждали помощь, Сара и Марк предложили Сэму еду и воду. Однако мальчик был крайне молчалив и отказался от еды, словно боялся доверять этим людям. Медведь же, казалось, полностью им доверял. Он повернулся спиной к троице и неторопливо направился в свое логово, уйдя так же быстро, как и появился. Вскоре прибыла бригада медиков, им пришлось прилететь на вертолете, они планировали доставить Сэма в больницу по воздуху. Вертолет хорошо сел на поляне, стоило медикам взглянуть на Сэма, как они поняли, что ему срочно требуется помощь. Мальчик выглядел истощенным, бледным и подавленным. У Сары вновь навернулись слезы при мысли о том, что пришлось пережить бедному ребенку, прежде чем их пути пересеклись. Медики принялись стабилизировать состояние мальчика, а затем эвакуировали его вертолетом в ближайшую больницу. К счастью, он был достаточно стабилен для транспортировки, и они быстро доставили его в клинику. Сэм был сильно обезвожен и не вполне осознавал происходящее, что никогда не бывает хорошим знаком. Когда Сэм попал в больницу, врачи были в ужасе, узнав о травмах. Они гадали, что могло произойти, но ни к каким выводам не пришли. Телесные повреждения были гораздо серьезнее, чем они предполагали в начале. У Сэма было множество переломов и сильных ушибов, причем некоторые травмы были достаточно старыми. Это был первый признак жестокого обращения. Они заметили, что Сэм то приходил в сознание, то снова терял его, из-за чего было сложно эффективно общаться с ним и выяснить, что произошло. Путь Сэма к выздоровлению, как физическому, так и эмоциональному, только начинался. Когда он наконец очнулся, то тихо лежал в больничной палате, благодарный за заботу и любовь, которые получал. Марк и Сара навещали его каждый день. Они были прекрасными людьми и сильно о нем заботились, напоминая ему о его покойной матери. Когда он оставался один, то не мог не думать о медведе, спасшем его жизнь и проявившем доброту в самый тяжелый момент. В последующие дни истории выживания Сэма разлетелось по всему миру, все хотели узнать о мальчике, которого спас дикий медведь. В конце концов, объявился и отец Сэма, требуя забрать сына к себе, но полиция уже ждала его. Врачи расспросили Сэма о возможном жестоком обращении, и он им все рассказал. Не имея опекунов или семьи, Сэм остался совсем один. Но затем произошло нечто удивительное. Марк и Сара подали документы на усыновление Сэма. Эта семейная пара не могла иметь собственных детей, поэтому они решили воспитать мальчика как родного ребенка. В свою очередь, Сэм с радостью принял их привязанность, потому что чувствовал себя с ними в безопасности и умиротворении. Безопасность и стабильность дали Сэму шанс вырасти в здоровой и любящей среде. И по мере того, как продолжалась его жизнь, он знал, что навсегда сохранит в памяти объятия медведя, в напоминании о том, что даже в самые темные времена может найтись ангел, ждущий в тени, готовый прийти на помощь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!